Девочки, всем-всем огромный привет! Сегодня у нас очередной обзор детских покупочек. Это тоже Ивановский текстиль, Ивановский трикотаж, но это уже магазин, называется Улыбасики. Вот такая у него эмблема. Давайте я сразу начну сейчас с водолазок. У меня заказ пришел два дня назад, я его получила, и у меня дочка ждет, просто не дождется вот эту, забрать эту желтую водолазку, потому что она обожает желтый цвет, он ей очень нравится. И вообще она очень любит носить водолазки, даже когда жарко, ей нравится. Вот, она их носит, поэтому сейчас вам начну именно с водолазки, сразу ей дам, потому что она будет от нее в восторге. Она даже, пока она в пакете, она от нее уже в восторге. Сейчас открою и покажу вам. Итак, у меня здесь три великолепные водолазки, они очень классные. Посмотрите, во-первых, вот у них это интерлок написано, сейчас, вот, называется Толстовка Интерлок. Это реально как толстовка, то есть это не просто тоненькие водолазки. Интерлок очень плотный, очень тепленький такой. Знаете, совершенно не тоненький он реально и внутри. Он такой, ну, как бы тепленький чуть-чуть. Не то чтобы с начосом, но достаточно тепленький. Классный, мне очень понравился. Вы знаете, качество интерлока, и ну, вообще, я, получается, так как я заказывала уже нескольких и ванновских магазинах, пробовала и интерлок, и кулильку, разные материалы. Но интерлок у всех магазинов разный. Этот интерлок из всех, что я заказывала, мне кажется, этот самый плотный и самый действительно классный интерлок, который я пробовала. Он мягкий, действительно мягкий, почему я люблю именно этот материал, потому что достаточно мягкий, но этот он достаточно плотный, соответственно, должен быть прочный. Потому что когда интерлок такой, знаете, редкий, ну, вот эти сами, как текстура, структура его редкая, да, получается, его иголка пробивает, когда пришить ее, да, и часто бывает, что он рвется сам, не шов распарывается, а он рвется именно вдоль шва, получается, там, где его пробила иголка. А если интерлок вот такой, более плотный, да, то я думаю, что ему ничего не сделаете. Смотрите, на мальчика получается толстовка, она вообще обалденно серая, с таким ненавязчивым рисунком, смотрится очень стильно, очень классно. Это 26 размер, это у нас получается на рост 86-92. Я где-то, ну, думаю, где-то на год на полтора ему будет такая водолазочка. Вторая водолазка. Так, это у нас идет размер 30-92-98, это на дочку младшую у меня, вот такая розовая. Качество интерлока такое же, очень мягкое, очень плотное, отличается, вот этот интерлок очень отличается от интерлока в других интернет-магазинах Ивановского Текстиля, именно за своей плотностью. Смотрите, вот такие хорошие, очень швы. Я всегда стараюсь показывать все максимально детально, максимально близко, чтобы когда, если кто-то будет заказывать после меня, чтобы понимали, что вам придет. Смотрите, водолазочки на кнопочках, вот эти, очень удобно будет малышу одевать, ребеночку, такая ярко-розового цвета, классная. Ну и третья, это самая любимая моей старшей доченьки. Размер у нас здесь 104-110. Я не знаю, вот вообще, я смотрю, она не маломерит по длине, ничего, по длине она достаточно большая идет. Вот, рукавчик, я вот не знаю, сейчас мы померяем, и я скажу вам, рукавчик, мне кажется, может быть чуть-чуть коротковат, но не знаю, вообще, вот я сейчас, я в основном беру размер 110, не знаю, почему я так промахнулась. Может быть не было 34-го, вообще, ей надо было брать 110-116, это ее размер, который вот сейчас он наносит, но, наверное, его не было, поэтому я взяла 32-й, но не знаю, посмотрим. У меня Лера просто стоит сейчас, я снимаю, она стоит рядом, ждет свою водолазку. Вот, толстовка, водолазка, она не такой, видите, горлышко не открытое, такое, достаточно высокое, она именно как водолазочка идет, и она стоит рядом, ждет, и, соответственно, играет, немножко шумит. Так, следующее, это вот такая крупная покупка, это подушка, я взяла для средней дочки, для своей вот такой вот подушечку, а сейчас она спит на совсем такой детской-детской-детской подушке, которая, ну, практически плоская, вот, и она не очень хорошо подходит по размеру наволочки, поэтому я решила взять ей подушку уже чуток побольше. Это, видите, вот такая она уже попушистее получается, да, мне нравится, что она вот так вот сделана, вот так прошита по периметру, видите, такой красивый материал сверху, хорошая, мне кажется, будет подушечка. Так, давайте посмотрим, да, наполнитель ребяжи пух искусственный, вот, выполнена по ГОСТу, город Иваново, и вот здесь указан сайт магазина, в котором я покупала, размер подушки 60 на 40, это вот как раз детская подушечка. Как вы знаете, у меня трое деток, соответственно, покупочки я делала для троих малышей, для своих, вот, но пижамки я взяла две, потому что, ну, сыночку пока пижамки еще не очень актуальны, вот, поэтому взяла две пижамки для старшей и для младшей доченьки. Итак, для младшей дочки идет вот такая пижамка, это именно теплые пижамки впереди сейчас, сезон, когда будет в Москве, например, да, прохладно становится уже в начале сентября, но максимум в середине, а до отопления, отопление включают, ну, в первых числах октября, вот, а то и попозже, и, тем не менее, даже когда отопление включают, оно еще слабо греет, то есть, еще в квартирах не жарко, и ночью бывает достаточно прохладно, поэтому на вот такой период я беру всегда пижамки именно на флисе, о, не на флисе, боже мой, бальковые пижамки, вот, соответственно, смотрите, вот такая пижамка, они милейшие просто, смотрите, да, это футер, материал футер, пижама на кнопках, футер размер 92-98-30, это для моей младшей дочки, ну, где-то я ей примерно сейчас 98-ой и беру, вот, смотрите, пижамки, я их уже, видите, они открыты, я их уже примеряла, они чуть-чуть больше мерят, то есть 92-98, мне кажется, по размеру она идет на 104 размер, она немножечко больше мерит, но, тем не менее, как бы, да, я не знаю, мы или сейчас будем носить, или я на весну оставлю, опять же, на период межсезонья, смотрите, футер мягкий, внутри вот у него такой небольшой, ну, как бы, начес, да, очень мягкий, очень хороший материал, очень приятный, вот так, все швы аккуратно обработаны, я часть вещей именно специально открывала, смотреть, все очень здорово, все очень хорошо, здесь вот она на кнопочках, может быть, в какой-то степени кажется, что такие пижамки, они такие немножко советские, но найти более современные пижамы, именно футер, именно тепленькие, да, практически невозможно, я, например, ни в Нексте, ни в Мазарке, я нигде не встречала тепленьких пижам, а теплые пижамы, они именно комфортные, у меня, например, дети обе, даже летом, я не знаю, они просят, у нас есть несколько обычных пижам, несколько таких вот тепленьких, даже летом просто на ночь одевать тепленькие, просто потому, что они мягкие, и в них спать очень приятно и комфортно, поэтому, конечно, так как я там встретила именно пижамы из футера, то, естественно, я взяла вот такая нежная расцветка с котиками для младшенькой, и для старшей тоже расцветка очень красивая, сейчас вам покажу, она вообще просто обалденный, яркий такой розово-ягодный цвет, насыщенный очень, что мне понравится, что цвета все очень яркие, очень насыщенные, посмотрите, какая красота, так, и вот такой рисуночек здесь, тоже на двух кнопочках, пижама очень-очень мягкая, вообще футер вот этот, у них просто отличного качества, очень мягкий, очень теплый такой, очень приятный к телу, я бы сама в таких пижамах с удовольствием спала, классно, у меня дети такие пижамки любят, и вот такая, соответственно, к ним идут штанишки, смотрите, и на штанишках идет вот такая манжетка на резиночке, ну, она, смотрите, манжета достаточно широкая, то есть, ну, вот у меня, например, Лерочка, у нее ножка худенькая, соответственно, она ее не плотно прижимает ей ножку, вот, но, тем не менее, манжетик есть и на ручках, и на ножках в обеих пижамках, так, дальше покажу вам шорты, я одни открыла, вторые оставила закрытые, так, это тоже материал интерлок, смотрите, шорты для девочки интерлок, размер я брала для старшей, и для младшей, для старшей взяла, вот, как я говорю, обычно я сейчас ей беру 110-116, это 34 размер, и для младшей я беру 92-98, это 30 размер, они идут вот здесь вот с таким рисуночком, и как бы из трасс, да, это вот такие цветочки, идет шортики, идут вот такие, получается, здесь идет как лампасик, и этот лампасик продолжается вот здесь по краю шортиков, очень классный, мне, я вам могу сказать, что, как только мне пришла посылка, как только я ее открыла, меня очень порадовало качество интерлока, очень порадовало, оно действительно очень плотное, очень хорошего качества интерлок, мягкие, очень шортики, очень классные, еще, что больше всего, наверное, меня удивило, это вот как сделана резинка, смотрите, я уже заказывала в нескольких интернет-магазинах детских, именно, ну, получается, детскую одежду, да, ивановские, именно, я говорю сейчас про ивановский трикотаж, и в большинстве из них резинка, она получается просто вот сюда вставлена, и она перекручивается, например, в пижамах, да, резинка перекручивается, это не очень удобно, здесь, смотрите, получается резинка широкая, и она посередине прошита, она никуда не денется, она не будет переворачиваться, перекручиваться, это очень удобно, и это очень здорово, поэтому за вот этот вот такой классный бонус, мне очень нравится, что сделано вот именно так, это очень-очень удобно. Так, давайте дальше смотреть, что у нас есть. Ну, сыночку, я, естественно, тоже не могла не взять теплую пижамку. Это тоже у нас футер. Размер 52, это 80 размер. Она идет, получается, здесь у нас вот так манжетик. И дальше идет на кнопочках. Кнопочки идут вот так по двум сторонам до самого конца. Расцветка обалденно красивая, голубая, с вертолетиками, самолетиками. Мне безумно нравится. Он очень красивый костюмчик. В комплекте их было два штучки. Просто один я уже использовала, и второй оставила, чтобы вам показать. Очень хороший. Также футер такого же качества, как на пижамках у девочек. Мягкий, приятный к телу. Отличный, очень классно сделаны шовчики. Вы посмотрите, все отлично прошито. А по поводу самого размера, смотрите, у меня сейчас сыночек ростом где-то 67-68 сантиметров. Ему сейчас 4 месяца. И, получается, я ему одела пижамкой с небольшим запасом. То есть, я где-то думала, что пижамка идет на рост не на 80 все-таки, а на 74. То есть, она чуть-чуть маломерит. Но вот по моим ощущениям, мне кажется, что она немножечко маломерит. Дальше. Трусики, маечки я заказала. Я заказала их только для младшенькой. Смотрите, младшая у меня 2 года. Сейчас мы не используем памперсы. Она у меня ходит на горшок. Но, тем не менее, это маленький ребенок. Нужно понимать, что аварии, конечно же, случаются. И покупать какие-то, например, дорогие трусики, еще что-то, я сейчас в этом не вижу смысла. А старшей дочке ей 4 года. Ей я уже покупаю, конечно, нижнее белье, трусики, маечки, более красивые, например. Я вам, если интересно, потом покажу. Я нашла очень классную фирму, которая производит именно трусики, маечки для деток. Там вроде бы и для взрослых у них есть. У нас есть магазин возле дома, где они продаются. Я покупала первый комплект, купила год назад, и он в идеальном состоянии остался. Я вам потом покажу. Для младшей я предпочитаю покупать сейчас что-то попроще. Еще был такой момент, до того, как я начала вот именно визуально вот так разделять нижнее белье для старшей и для младшей дочки, я немножко путалась, где чье, потому что у нас все было, ну, примерно одинаково. А сейчас я четко знаю, что вот такие более простого кроя, более простые фасоны, это у нас для младшенькой, а для старшенькой уже что-то более взрослое такое, более симпатичное. Ну, хотя, что я могу сказать, мне, например, да, я не знаю, как эта фишечка у меня такая, мне вот эти вот какие-то советские маечки, советские трусики с какими-то этими расцветочками, мне так они нравятся на малышах, я просто кайфую от этого. Вот действительно, мне очень-очень нравится. И когда у меня дочка ходит вот в этих трусишках, она такая милишная, такая милашечка, просто вообще свои два годика, мне безумно нравится, поэтому, как бы, да, я не вижу в таком нижнем белье ничего плохого, носим мы с удовольствием. Я взяла здесь два размера, 26 и 28, потому что по опыту другого Ивановского трикотажа трусики оказались, что они большемерки. Ну, вот я не знаю, мы их еще не мерили, я вам просто покажу сейчас. Смотрите, здесь размер 80-86, а здесь у нас 86-92. Вот, ну, на вид они достаточно большие, поэтому я думаю, что мы начнем с вот этих сейчас, и будут как раз, а вот эти оставим на попозже. Они идут упаковочками, каждая упаковочка по 5 штучек у нас идет. Так, дальше, и здесь еще идут комплектики, это уже маечка плюс трусики, и то, и то это материал кулирка. Здесь я размер взяла 30-92-98, как-то я вот сама, что-то не пойму, то ли я сонная, вообще спящая заказывала, почему-то как-то с размером у меня здесь идет разнобой, почему-то, вот не знаю, что меня так переклинило, сейчас я вам открою, покажу, но расцветки яркие, красивые, я знаю, что вот эти расцветки, вот эта ткань кулирка, она не воцветает после стельки, ничего не делается, я просто вот таких комплектов, у меня вот девочек уже и у старшенькой были в свое время, и сейчас у младшенькой, и уже есть несколько комплектов я покупала, вот, и, соответственно, я знаю, что им ничего не делается, смотрится очень красиво, и дочка у меня просто как конфеточка в них маленькая. Я же говорю, для малышастиков, да, особенно, когда вы только начинаете приучать к оршку, ну, когда трусиков этих надо реально очень-очень много, то взять трусики вот так упаковками за очень-очень скромную стоимость, да, я думаю, что это того стоит, это имеет смысл. А когда уже ребенок более старшего у вас, тогда уже можно что-то и получше покупать. Но лучше не в плане качества, а именно такое, знаете же, более взрослое, что-то там с каким-то рюшечками, с какими-то бантиками, что-то такое. А вот такой вот вариант кулирка, мне кажется, для малышей самый раз. Итак, смотрите, вот такой майка плюс трусики получается комплектик, это вот с клубничками, вот такие шортики. Давайте, кстати, по размеру сравним. Это 30-й, а это у меня лежит 28-й. Ну, они по размеру, видите, там отличаются, господи, совсем чуть-чуть, я думаю, что это будет, ну, видите, вот незначительная идет разница в размере, поэтому ничего страшного я в этом не вижу. Так, вот такая красивая размера с клубничками. У меня вот именно такой комплектик тоже с клубничком был у старшей дочки. Ну, какая красота, так мне нравится. Я же говорю, вот меня прям тянет на вот такие вот какие-то расцветки. Дальше вот такой красивый, сердечками розовенькие тоже трусики плюс маечка. Следующий комплект, смотрите, какая красота. Это все на девочку шорт, тоже вот такие трусики плюс маечка. Там такие же и комплекты, и отдельно майки, и отдельно трусики. Все это есть и на мальчиков тоже. Но сыночку я еще не брала, потому что я еще, вот, несколько комплектов я брала в Марисе для него. И пока еще не беру, потому что неизвестно, когда кашку будем приучать, когда что. Поэтому вот пока просто брала именно порадовать себя красивыми вещичками для сыночка. А так, в основном, вот сейчас беру для девчонок только. Вот такая красивая расцветка с бабочками, тоже очень хорошая. Смотрите, как здорово сделано все. Вот тут все прошито, все очень аккуратненько. Давайте, может, давайте рассмотрим вот на этом примере, рассмотрим поподробнее, да. Здесь, получается, у нас окантовка вот здесь прошита, по рукавчику прошита, и точно так же хорошо прошиты трусики все. Вот. Ну, и здесь, соответственно, вот так сделаны шовчики. Это кулирка. Она тоненькая, она мягенькая, отличный вариант для малышей. И вот такая красивая, такая красивая расцветка, посмотрите, с луной, со звездами, тоже такая голубая, с фиолетовым, тоже очень-очень красивая. И трусики у нас идут с розовыми звездочками, потом с такими вот цветочками, дальше с такими бабочками, в горошек, да, и с сердечками. Вообще, вы знаете, я человек такой, во-первых, я очень педантичный человек, во-вторых, я человек очень, мне, наверное, может быть, за счет того, что я математика, у меня какой-то такой аналитический склад ума, мне во всем нужны какие-то закономерности, какое-то что-то вот такое, я это ищу во всем, и в нашей жизни это очень много есть. И я вам вот относительно нижнего белья детей вообще, и по поводу того, как я покупаю одежду, по ее количеству, сколько, чего, да, даже вот, например, нижнего белья, я вам сниму отдельное видео, покажу и расскажу, потому что я, например, да, я же говорю, я очень долго ломала голову, сколько нужно нижнего белья, какого, только трусики или комплектики, или отдельно маечки и так далее, очень-очень долго над этим думала, и в конце концов я выработала какую-то свою схему, которая комфортно, удобно мне, да, для моих детей, и я вам с ней, хочу с вами тоже ею поделиться, может быть, вам она тоже покажется интересной, но это уже будет в следующем видео, а сегодня вот такой вот у нас обзорчик. Обзор получается длинным, но вещи действительно очень хорошие. Так, дальше, здесь три спортивных костюма, я их покажу, открою только один, здесь, получается, они абсолютно одинаковые, только есть один костюм на мальчика, самого маленького размера, а это даже не самый маленький, я взяла 28 размер, 86, 92, и два размерчика, это вот 34, 110, 116, и, соответственно, 32, 104, 110, видимо, я взяла на вырост младшенькой. В общем, сейчас один раскрою, покажу. Материал спортивных костюмов, это опять же интерлок, костюмы очень классные, во-первых, они идут с серыми штанами, это стильно, могу вам сказать, что это очень сильно, вот такие серые штаны, внизу на манжетике, это смотрится всегда стильно, всегда красиво, с красивыми, классными кедами или кроссовками, ребенок будет смотреться просто как конфетка. Очень классный, очень хороший мягкий интерлок, так же, как во всех изделиях, вот такие у нас идут серые штанишки, и вот такая идет классная толстовочка, у нее идут яркие рукава, вот, и здесь карман, это карман кенгуру, видите, вот так. У меня младшая очень любит ходить руки в карманы, поэтому такой кенгуру она точно оценит. Здесь внизу идет он тоже на такой резиночке манжетики, и вот так на ручках тоже вот такой идет манжетик, и на горлышке тоже, смотрите, горло достаточно высокое, то есть не открытое, а достаточно высокое на прохладную погоду на лето, либо на начало осени, да, на весну такой костюм будет спортивным ребенку просто идеально, он без ярких, алявистых рисунков, без надписей, без ничего, это обычный классический мягкий спортивный костюм, который просто на площадку гулять, еще куда-то пойти, абсолютно вещь универсальная, я считаю, что спортивный костюм вот такого плана должен быть как у ребенка, так и у взрослого, поэтому взяла три, всем троим своим малышам. Так, дальше, также три штучки, я не могла не взять, опять же, да, три штучки, это вот такие штанишки, и тут у нас получается 34 размер старшенькой, 28 младшенькой, ну и 28 взяла сыночку. Красивые расцветки, тоже сейчас один покажу. Так, материал штанишек у всех идет интерлок, мягкий, хороший, плотненький такой, да, вот здесь идет манжетик, без аляпистого, без яркого рисунка, только вот здесь вверху идет небольшая такая вот такая аппликация, получается, с надписью, и вот такая сверху резиночка. Относительно самой модели, бывают вот такие спортивные штанишки, ну, разных, вот смотрите, я постараюсь показать, модель бывает широкий, бывает узкий, эта модель узкая, то есть он не будет, они не будут наши как шаровары смотреться на ребенке, это мне очень нравятся именно вот такие модели, вы знаете, я вот сейчас первый раз попробовала этот магазин, раньше я в нем никогда не заказывала, это мой первый заказ, и этот заказ меня безумно порадовал, и это будет точно мой не последний заказ, потому что детки растут, и спортивные, из всего вырастают, и потихоньку спортивные костюмы нужно будет обнять, и вот такие штанишки я взяла сейчас по одной паре, по одному, да, по одной паре именно всем деткам, но таких штанишек нужно иметь обязательно несколько, и на площадке гулять, например, да, и дома, в период миссизонья, когда дома прохладненько, такие штанишки дома просто незаменимый вариант, и на дачу поехать, в общем, классные штучки, таких штанишек, мне кажется, нужно двое-трое так точно иметь. И последнее, что у меня осталось, это здесь идут пеленки, я их брала для использования не как пеленки, а как постельные комплекты, во-первых, здесь идут две наволочки, это вот такая 60 на 40, я хотела именно в такой голубой с мишками, так как у меня комплект такой голубой с мишками есть уже, там наволочкой под одеяльник, но у нас малыш стрыгивает, и часто наволочки пачкаются, поэтому мне нужна была как минимум хотя бы еще одна наволочка, но наволочки я заказывала две штучки, сейчас покажу, да, и вот вторая вот такая вот наволочка у нас получается, это обычный хлопок 5, ГОСТовская. Дальше, пеленки, здесь идут пеленки большого размера 90 на 150, у нас кроватка 70 на 140, она достаточно большая, и вот эти пеленочки я планирую использовать, как простынки, потому что я, получается, когда заказывала постельные комплекты, бортики, я заказывала одну простынку к своей кроватке, и все, вот, но простынки явно недостаточно, поэтому я взяла несколько пеленочек, которые я планирую использовать, видите, они все большого размера, именно как простынки к нашей кроватке, вот такие красивые, то есть их можно будет комбинировать вот так, например, да, использовать тоже как постельный комплект, Потому что, например, одеяло, под одеяльник, он практически не пачкается, поэтому чаще всего меняется именно простынь и наволочка. Простынь и наволочка я вот так буду комбинировать комплектами и все. А под одеяльник буду менять реже, потому что я его еще, тем более, что сейчас тепло, я его практически еще и не укрываю, малыша. И вот такой последний набор. Это у нас три пеленки в комплекте идут. Да, бязь 120 грамм, 75 на 100, 75 на 110 размер. Идет очень классная современная расцветка со звездами. Я думаю, вы все знаете эту расцветку, все любите. Здесь три варианта, голубая, серая и желтая. Они очень классные, это уже более маленькие пеленки. В кроватку более узенькую, наверное, да, хотя по длине не поместится все равно. Эти пеленки хорошо, если вы идете в поликлинику где-то подстелить малышу, либо в коляску, в качельке, да куда угодно. Вообще пеленки это такой незаменимый вариант. У меня пеленки расходятся всегда, и мне нужно минимум штук 12, потому что в коляске, в кроватке, в качелях, в шезлонге, в стульчике, на кухне. Я когда его кладу, сыночка, на кровать, на диван, везде я использую пеленочки обязательно. Поэтому мне пеленок всегда нужно много, плюс мы его пеленаем, потому что у нас малыш очень неспокойный. Поэтому для меня пеленки являются таким незаменимым материалом. Тем более, что я же говорю, я их планирую использовать именно как постельные комплекты в его кроватку. Вот такие вот у меня были покупочки из магазина Улыбайсики. Я вам еще раз сейчас вот так покажу вам поближе. Вот Улыбайсики, это город Иваново. Вот сайт, ссылочку на магазин я оставлю вам обязательно под видео. Но что я могу сказать? Не знаю, меня все абсолютно устроило. Магазин оптовый, там минимальная сумма заказа 7 тысяч. Но для меня, например, так как я многодетная мама, у меня детишек трое, то для меня набрать заказ на 7 тысяч это вообще не вопрос, легко. Я, например, когда деткам заказываю одежду, я могу и на 10 тысяч купить. И вот даже при том, что в Иваново очень низкие цены, но тем не менее, когда ты покупаешь троим детям, объемы все равно возрастают. Поэтому если у вас детишек много, то для вас не составит труда набрать, допустим, такую сумму. Если же нет, то вы можете скооперироваться с кем-то из родственников, с подругами и так далее, и сделать какой-то заказ на несколько человек вместе. Поэтому я вам очень рекомендую вот этот магазин Улыбайсики. Обратите на него внимание. Он очень классный. Я на него наткнула совершенно случайно и попала просто в яблочко. Насколько у меня порадовало качество, насколько мне он понравился. Тем более, что кое-какие вещи я уже постирала, я могу сказать, что они не садятся. Они не линяют, они не теряют своего цвета. То есть вещи остаются такими же, как они мне пришли. Это очень здорово. Качество интерлока просто превосходное. Очень классно. И футур тоже очень мягкий, очень хороший. И самое главное, очень плотный. Я надеюсь, что у нас не возникнет проблем. И в районе шва, там, где материал прибывает иголка, там у нас не возникнет никаких неприятных моментов, скажем так, как у нас бывало с другим ивановским детским трикотажем. Всем спасибо, ребят, за внимание. Я надеюсь, что вам мой обзор понравился. Простите, что такой длинный, но действительно вещичек пришло очень много. Целый огромный пакет. Тем более, что вещи действительно очень хорошего качества. Мне хотелось вам их показать как можно ближе, как можно подробнее. Я думаю, те, кто смотрит меня давно, знают, что я стараюсь свои обзоры детских вещей, каких-то вообще покупок делать максимально подробными, максимально емкими и максимально близко показывать, чтобы вы понимали, что, как, чему и почему. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.